Наша дыхание – это такая волна и космуника, которая выдыхает, и мы ее выдыхаем, когда она уходит туда, как осталось. Когда она здесь, у нас внутри, там какая, она хочет вырваться на руки, пыть, да, и мы будем пеконечко ее освобождать, постепенно, постепенно, раскрывая руки, и вытягивает туда, вот, в диагональ, к небу, по вселенной. Вот это первый жест из Сидоры, обнять вселенную, то есть я человек, стою на земле, и передо мной вся вселенная, я обираю вот эту энергию вселенной, вот здесь, кстати, подошла, тоже очень важный энергетический центр, и шейная ямочка, тоже важный энергетический центр, и вот это все. И вот мы это все раскрываем, и руки становятся длинные-длинные, вот они не заканчиваются вот этим залом, мы с вами растем, как будто мы становимся огромными, растем, вырастаем, наши мышцы расправляются, становятся сильными, свободными, а потом, пеконечко, обратно, как мы поставим, засыпаем, возвращаемся, обратно в нашему вот этому центру, главному, да? И вот так, и пеконечко, и будем прошиваться сейчас. Можно не сразу, вы почувствуете, когда вы закончите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Связанных точек пальцев мы растянем. Все дело становится так красиво, чем мы растянем. Шеребеням очень помню, да, вот здесь вот. И уже руки опускаются, и как-то на воздух, да, чувствуешь пространство. А сейчас будем рисовать, уже всем знакомые, с которым мы говорили об этом очень много, волны, да, энергетические. Что такое волна? Волна – это бесконечность, это символ бесконечности движения. Но, опять же, вот эта волна, она, импус всегда идет вот от центра, от этого солнечного светения, от этого цветочка. То есть всегда идет, работает корпус очень активно. А руки, они только продолжают движение корпуса, как будто вот лучи, да, вот такое понятие, «лучи-испускание» Константин Сергеевич из Каниславского. То, что он увидел в методике асситоры пункта. Вот как будто разворачивается движение, вот энергия движет от грудного центра, через руки расправляя ручки пальцев, и туда проходит энергия. И мы начинаем как будто рисовать музыку, мы начинаем рисовать в пространстве, используем как будто наши кисти кисти. И мы рисуем эти волны. Так, даже будем рисовать, да? Давайте еще до рисования волны, еще сделаем такие тоже базовые движения с технификацией с кисти. Но опять, что принцип вот этого движения текучего, да, только на дыхании это можно сделать. То есть дыхание у нас не прерывается. Есть вдох и выдох, это последовательный ритм. Маленькие паузы, да, между вдохом и выдохом, движение не останавливается. Вот это текучее движение, вот это дыхание, это и есть основной принцип неразрывности движения. Одно движение не притекает в другое. Мы будем сейчас рисовать, возьмем образ дерева, да, и это наши ветки. Ветки, это ствол, основа, да, где они стоят. Здесь у нас трудой центр дышит, а руки уже летают. Кисточки в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Это слово, это дыхание, позвоночник. Но мы чувствуем шейные позвоночки и туда макушка, то, что связывает нас с небом. Вот так вот соберите, как вы говорите плечо. И вот так, по шее, и туда. И вот так потяните себя, чувствуете какое-то приятное ощущение. Туда собрать плечо. По шейным позвоночникам вверх. И вот туда вверх, вверх. И движение, оно все время уходит туда вверх. Там бесконечность, там нет опоры. Здесь есть ноги, это опоры, земля. Все время отталкивается, да? А там нет, там бесконечность, вверх, туда. Это все бесконечное движение. И когда вы входите на вере в море, да? И раскрываете, вы можете отдохнуть все в себя. И когда вы идите на сцену, у вас это уже все будет. Но это надо сделать, хотя бы раз в жизни. Раз мы занимаемся танцами седоров. И вот в дыхах нужно выйти, да? На любой берег моря, где у вас есть возможность. Раскрыть руки, подышать, усталять. Вот питательную энергию, да? Как вот это именно энергия дыхания, вот она дыхания. Волны, да? В дыхании. А звук, он, конечно, музыка, она помогает нам, да? Вдохновляет еще, когда движение идёт за музыкальной фразой. Но это уже постепенно вырабатывается, да? Потом это работает на автомате уже. То есть мне не надо специально думать. Когда он не сделает ток, он идет сам. Он уже сам работает. Просто вот надо запустить этот механизм. Вот он здесь, да? Но здесь еще есть маленькие секреты. Во-первых, у нас ноги, да? У нас же нет втянутой колени, да? Как в классическом валенте. У нас очень, как в музыкальном движении, резиновые колени. Свободные, дышащие. Колени дышат. Да? Вот. Если там, в классике, в клие, да? Или из клие. То есть здесь, вот, мы делаем ток и выходим из равновесия. Это вот движущийся центр тяжести тела. Он плавающий, да? Как в музыкальном движении. У него нет статичного. Иначе это не в музыкальном движении, а не свободный танк. Вот работает, да? И правильно. Через колени. А дальше, у нас же тоже здесь, да? Вот позвоночник идет. Есть еще нижний центр. О котором не говорилось, но она понимала, что он лезет. Да? Это вот почек идет. Да? Вот он выталкивает. Это дальше волна. А позвоночник идет до круглого центра. Солнечного сплетения со стороны лопаток, вот здесь. И дальше идет вот этот импульс. Он выходит. То есть вот эта волна и дыхание, которое повторяет форму позвоночника. То есть вот этот принцип, она использует вот это все. А дальше уже не важно какое-то движение. Потому что движение создается, рождается музыка. Форма движения рождается музыка. Форма движения. Форма движения. Во-первых, это движение должно быть закончено. Вы делаете жест. Вы его должны до конца закончить, этот жест. Вы должны почувствовать, что вот есть руки, есть кончики пальцев туда, движение. Этот жест закончен. Его надо обязательно закончить любое движение. А дальше выдох, прийти в другую точку. Докончить. То есть вот это и есть развитие чувства формы движения. Я заканчиваю движение. Но опять же цель моего движения. Я хочу раскрыться. Я хочу общаться с Вселенной. Раскрываюсь. А музыка дает вам, ну фантазию раскрывает вашу, помогает. Какой образ у вас рождается? Ну последний просто поэкономизировать немножко. Еще. Ну вот я и хотела. Да, конкретизм не слишком сложности. А, вот эти маленькие волны еще. Вторая часть может быть. Это тоже вальсовые шаги, которые... Основа всех дункановских вальсов. Вот эти маленькие вальсы. Они тоже волнообразны. Да, вот мы вместе с Михаилем. Должны вот эти вальсы. Правда? Третья. Третья? Да. Третья. Хорошо. И подвигаемся. Опять же. Вот и да. Не развивалось движение. Подвигаемся. Ну и секунды что-то. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok